Всем привет! Кто смотрит мой канал, не раз уже видел эту красотку. Это целогина целебенсис или сулавесий по названию острова, где она произрастает. Очень красивое чудо с револьверным цветением, свойственным целогином. Цветет целогина подобного типа, когда у нее формируется еще бульба. Цветут очень-очень долго. Она ароматная. Аромат очень приятный, не сильный, не стойкий. Относится она к секции спициоза, как собственно и спициоза, и уситана, и фрагранс. У них очень похожие цветы. Очень люблю этот тип цветка. Вот такая прелесть. Конечно же, желательно растить их в подвесных корзинках, в подвесных горшках, чтобы можно было любоваться цветами в более удачном ракурсе. По условиям она, в принципе, средних температур. И особо яркого солнца не требует. У меня вот, видите, растет и цветет, вися сбоку на полочке с досветкой. Ей этого хватает. Частые пересадки не очень любят. Мне вот пришлось пересадить, потому что действительно очень маленький горшок, и я просто не успевала поливать. Начала пересыхать. И вот у меня было два цветоноса. Вот второй. Но из-за сильных просушек между поливами она цветонос отсушила. То есть, когда у меня было время каждый день ее окунать, то да. А вот потом, когда времени стало меньше, ей стало не хватать. Пересадила я, конечно, в гораздо больше горшок, чем был. И вижу результат. И листья лучше. И даже вот по тому, как набирается бутон, и как долго держится цветок, я вижу, что ей лучше в таком горшке. И полив, конечно, сократился на раз в неделю, что тоже меня крайне радует. Вот такая красота. Очень красивая ворсинистая губа. Замечательный оттенок. Цветочек, на самом деле, не очень большой. У спецеозы цветочек побольше будет. Но очень-очень красивый. И ароматный. Очень вкусно пахнет. И пахнет не сильно. Красивые бульбы. Ребристые. Очень красивые листья. На самом деле, если хотите завести целогину, то должны подумать о месте, потому что они действительно сильно разрастаются. И у них действительно очень большие листья, которые требуют много-много места. И желательно, конечно, или чтобы она стояла где-то на верхней полочке, и вы видели снизу эту красоту. Или же в подвесной корзинке. Иначе очень, на самом деле, неудобно. Можно цветоносы сломать, потому что они что-то удлиняются, удлиняются. Вот такая прелесть. В процессе от расцветания до увядания цветочек немножко меняется в цвете, в насыщенности. Очень интересно за этим наблюдать. Всем большое спасибо за внимание. Пышных цветений, солнечных дней. И пока-пока.